Небоскрёбы Ниже, как и при возведении любого другого высотного здания. Только расчёты иные. И даже суперновые технологии современности – это хорошо забытые старые методы. Здравствуйте, в эфире «Стройпроект» и я, Баужан Нурумов. Сегодня о строительстве тех зданий, что собой задевают небо. Основа такова – любое здание выше 75 метров считается высотным. А это значит, что при строительстве такого, например, дома контроль будет усиленным. Потому что и риски будут высокими, и людей в таком здании будет находиться намного больше, чем, например, в двухэтажной постройке. Краеугольный камень при возведении высоток – правильное проектирование на основе строительных норм и правил. Конечно же, как и любое другое строительство, высотное здание тоже проходит все этапы подготовительной работы. Выбор участка, проведение экспертизы топографической и геодезической, проектирование и согласование. Строительство и обустройство придомовой территории. И в этом списке ненужных или незначительных этапов нет. Каждому у строительной компании должен быть тщательный подход. Например, подбор участка, как и при возведении частного дома, почва на которой будет фундамент – крайне важный этап. Нужно учитывать любые возможные изменения. Основное требование появляется в зависимости от условий площадки строительной, то есть где находится здание. Это очень важное требование, поскольку в связи с этим в проектировании возникает очень много дополнительных нюансов в проектировании, дополнительные требования. Это могут быть геологические условия неблагоприятные, возможно, сейсмический район, возможно, осадка грунтов. Для Астаны, конечно, сейсмика не актуальна, а вот усадка грунта и воздействие, например, ветра, которое тоже учитывается на стадии проектирования, как раз самое основное. Но на взгляд строителя главное, чтобы проектировщики учли любые возможные нагрузки на здание и конструкцию. Современные высотные здания должны выдерживать нагрузку вертикальной и горизонтальной нагрузки. К вертикальным нагрузкам относятся вес самого здания и снеговая нагрузка. К горизонтальной нагрузке относится нагрузка ветровая и плюс вода, которая действует на подземную часть здания. Объективных причин для возведения высотных зданий в Астане нету, так как Астана не относится к сейсмическим районам. При правильном проекте и при правильных расчетах и соблюдении всех строительных норм и правил и соблюдении пожарной безопасности, возведение высотных зданий в Астане вполне возможно. Обычно при проектировании учитывают даже то, сколько людей будут ежедневно находиться в этом здании, какой объем осадков может выпасть. Безопасность в строительном деле и на этапе возведения, а главное, на этапе эксплуатации, пожалуй, самое главное. К слову, в 2016 году в сфере строительства произошли большие изменения. Теперь вот эксплуатацию здания – это не приемочная комиссия, как мы привыкли, а декларативная плюс ответственность авторского и технического надзора. В соответствии со статьями 34 и 75 закона об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан, авторский надзор разработчиков проекта осуществляется. При строительстве объектов, подлежащих приемке в эксплуатацию государственными приемочными комиссиями. Отдельно стоящие объекты гражданского и коммунального назначения. Объекты производственного назначения, за исключением предприятий малого бизнеса. Многоквартирные жилые дома, автомобильные и железные дороги, мосты, путепроводы, тоннели, продуктопроводы и линии электропередач с инженерными сооружениями. Объекты космической связи, объекты энергетики, включая атомную энергетику. Объекты водохозяйственного, ирригационного и гидротехнического назначения. Ранее процедура ввода в эксплуатацию предусматривала приемку объекта государственной комиссии с участием заинтересованных государственных органов. На сегодняшний день в целях создания благоприятных условий для развития предпринимательства и улучшения инвестиционной привлекательности в строительной деятельности, а также исключения государственного барьера, с января 2016 года введен декларативный метод приемки объектов в эксплуатацию. То есть, по завершению строительства подрядная организация передает заказчику декларацию о соответствии выполненных работ. Лица, осуществляющие авторские технические надзоры, выдают заказчику соответствующие положительные заключения. Кстати, гарантия от застройщика после ввода в эксплуатацию высотного здания составляет 3 года. Ответственность за сам проект несут проектировщики и конструктор, то есть те специалисты, кто рассчитывал весь проект еще на бумажной стадии, то есть составление проектно-сметной документации. Пере строительством любых зданий и сооружений ведется проектно-проект, то есть проектно-сметная документация, которая включает в себя проектирование. В первую очередь, при проектировании архитектор, проектировщик закладывает определенные конструкции, которые в дальнейшем конструкторы уже разрабатывают, нагрузки и дальнейшие необходимые воздействия материалов учитываются, воздействия окружающей среды, ветров, то есть природно-климатические условия все учитывается. Проектировщики, так же, как и конструкторы, несут, наверное, в первую очередь проектировщик несет очень большую ответственность, то есть нужно закладывать, основываться на правила и из этого проектировать. Не меньше внимания при строительстве, а вернее при планировании здания уделяется и внешнему виду. По словам экспертов-архитекторов, то, как вольется новое здание в общий архитектурный ансамбль города, микрорайона или улица, условия не менее важные, чем безопасность. И здесь крайне важно, чтобы проектировщики соблюдали задумку архитектора. Самое главное при проектировании – это учитывать именно архитектуру здания. Люди, которые получают уже готовый продукт, готовое здание, они не видят конструкции здания, они не видят пожарно-безопасное здание. Они видят именно ту идею, которая была задумана архитектором, дизайнером, может быть, и ее надо сохранить. То есть найти какое-то неординарное решение именно в конструктивной части здания, чтобы она не портила архитектуру. Кроме того, оказывается, согласно строительным нормам, любая высотка должна иметь вертолетную площадку. Однако при невозможности ее оборудования, еще на стадии проекта планируется специальная капсула, в которую при возникновении чрезвычайной ситуации люди могли бы эвакуироваться. В смысле безопасности в целом новые технологии идут на помощь строителям. Уже существует специальная методика мониторинга, например, при которой сведения о том, насколько прочна та или иная конструкция, можно получать хоть ежечасно. Начиная от фундамента, заканчивая уже отделками, должно быть детальный мониторинг конструкции, детальный мониторинг каркаса здания, пожарной безопасности здания. То есть это проводит и как авторский надзор, так и технический надзор, которые постоянно координируют, ищут какие-то слабые места, находят решение, как исключить это, и контролируют ход всего процесса строительства. Кстати, что касается самого этапа строительства, то здесь существуют свои нюансы. Строительные материалы, например, должны соответствовать тому климату, в котором возводят здания. Например, бетон должен быть морозостойким или выдерживать определенный температурный режим. Особенно, если речь идет о строительстве в зимнее время. Ну а что касается высотного здания, с точки зрения проектировщика, например, то такое строение должно отвечать трем главным критериям – польза, прочность и красота. В первую очередь, когда мы начинаем проектировать высотные здания, мы стараемся, чтобы это здание вписалось в композиционную структуру квартала, района, микрорайона на месте расположения этого здания. Также мы учитываем функциональное назначение здания, то есть какую функцию оно будет нести, либо это жилой дом. Кстати, в Казахстане уже существует определенный рейтинг самых высоких зданий. Конечно, большая их часть расположена в Астане. Например, одним из самых больших будет комплекс Абудаби-Плаза, который возводится сейчас на левом берегу столицы. Его высота запланирована на уровне 88 этажей или 382 метров. Следом ансамбль из зданий «Изумрудный квартал», построенный в 2013 году и метражом в 201 метр. Третье место в рейтинге – жилой комплекс «Северное сияние-1» в 44 этажа и высоту 180 метров. Ну а самым невысоким среди высоток признано здание мажориса парламента страны – 100 метров и 22 этажа. Еще один аспект, играющий в пользу высоток – это экономия места. Для многих городов мира – одно из самых актуальных обстоятельств. В Астане пока, может, это не так критично, но город уже стал миллионником и будет только расти. Ну и с эстетической точки зрения, с небоскребами человеку всегда хочется смотреть в небо и ориентироваться на собственные высоты. С вами был Баужан Нурумов и «Стройпроект». До встречи в эфире.